ну что друзья всем привет я только что вышла из ванны отправила мирончика и няню гулять мы сегодня ходили в зуб с мироном классная обезьянка мирон где обезьяна вот она красивая красивая да скажи красивая обезьянка и конечно я очень устала потому что мы там были хотя не долго всего может быть за два часа но выматывает что он хочет везде вылезти он все хочет посмотреть все хочет потрогать ну и вообще не очень хорошо было сегодня настроение сегодня я решила испытать бренд который я обожаю но маску который еще никогда не пробовала вот так она выглядит это глэмглау и она называется бабл щит я ее купила в сифоре это не спонсировано по количеству лайков и подписчиков на моем канале так понятно что мало кто захочет меня спонсировать там написано достать маску поставить на лицо и через три минуты ее уже нужно снимать так она выглядит черная черная маска надеюсь что меня не засудит за то что я делал на себя черную маску а то мне кажется и в россии в америке есть эти большие проблемы сейчас счет корея говорят маски хотят запретить ну не везде на их митингах вот ты я наносишь на лицо для какой страной она тоже вот так вот так она очень вкусно пахнет пахнет она цитрусовыми ну короче насколько вы могли понять это маска которая превращается в бабус в пенку видно что я нужно держать всего три минуты но мне кажется я уже выгляжу достаточно мне же маленькие носопырки они еще за заткнулись блин пенка я вообще дышать не могу мне кажется я отдыхнула пеной ну чё снимаем обычно надо почитать что там как ее снимать то и потом помоем водичкой ну что поехали смотрите здесь она не такая баба приятно так много пузырьков руки давайте почему бы не почистить нам всем ручки с той же масочкой если честно то очень густая пена как будто это пенка для бритья боги я не сказать что я превратилась в богиню что конечно меня там маска ваще не впечатлила поры как были так и остались кожа не увлажнилась не сияет ни фига ну что друзья я приоделась расчесала волосы я использую вот эту расческу я ее обожаю называется тэнгл тизер кто-то знает что за расческа и она супер крутая она реально не рвет волосы она распутывает любой клубочек в общем что угодно в общем лицо у меня ну как вам сказать не то чтобы прям огненный огонь но кажется поставок я смыла и все-таки маска высохла она более или менее стала нормально себя чувствовать ну что давайте я покажу вам что же я делаю значит мой мой любимый тоник я покупаю разные тоники каждый раз я меняю с каждой новой бутылкой но вот к этому я возвращаюсь всегда доступный бюджетный еще я всегда покупаю огромный бутыль и я всегда тонизирую лицо вот таким образом оно высыхает и нанесем масло это масло от джанк элефент я его просто обожаю 5-6 капель мне достаточно ну вот и все вау какая сумасшедшая ночь сегодня в чикаго вы просто посмотрите эти здания мы находимся прямо на мосту вот знаменитые здания кукурузы чикаго но просто супер красиво только что прошел дождь вау а кто это давайте посмотрим вау в чем ты одета сегодня ну что друзья что нам не одета конечно значим скизу кроссовки фила все вы знаете филу штаны х-н-м 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 you know мей диор топ вау 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 ну это такой очень крутой нью-йоркский бренд сумка вау вау ну и конечно же все ими любимое пальто вау а что ты здесь делаешь сегодня давайте посмотрим что одета на моем друге итак коктейла барбарей это барбарей я ношу барбарей барбарей я ношу найки я ношу барбарей я ношу клуб монако и баль прада и хат а private members club оооо вау вау а найки найки спасибо спасибо ну вы просто посмотрите как прекрасно сегодня в Чикаго внизу мост, вода непросто знаменитый Trump building возле него это черное здание это лучший отель в Чикаго который называется Lancome супер пафосный отель вот и вот отсюда view просто на на Michigan Avenue и мост один из многих просто очень красиво все так что London house наверху этого здания находится тусовка можно туда пойти на rooftop мы там один раз снимали и вдоль и вдоль реки вот такой проспект по которому идешь и там есть даже рестораны вот можно сесть отдохнуть выпить стакан вина очень красиво и многие сюда приезжают на своих кораблях не кораблях а катерах и паркуют свои катера вот прямо здесь и отдыхают пьют вино и развлекаются то есть просто очень красиво вообще обожаю этот обожаю смотреть на Чикаго вот именно с мостов очень красиво ну что друзья сегодня выходной если честно то очень холодно хотя на улице плюс 8 обещают плюс 11 днем но сейчас под 11 утра вообще жуткая охлаждыка я в зимнем пальто в худи ну там под низу у меня спортивный топ но все равно мне реально холодно anyway вернемся к нашему разговору вчера у Мирона был очень жесткий день он упал уронил на себя стул огромный барный железный стул ну я успела подбежать схватить и сделать все нормально после чего он ударился вот так вот лицом об стол потому что он решил слезть со стула и шмякнулся я тоже его поймала что конечно же очень хорошо после этого он облил на себя кипяток с горячим чаем он я не думаю что он обжегся он больше испугался но все равно горячо но немножко коснулся локтем то есть я резко он сидел у меня на коленках я резко отодвинула причем часть стояла очень далеко то есть я сделала глоток и очень легко он себя поставил и самое ужасное что вчера произошло это он зашел за наше большое зеркало которое весит наверное килограмм двадцать и он его решил он решил туда залезть за зеркало и он его толкнул в этот момент зеркало очень длинное если бы оно упало оно бы разбилось в дребезги потому что оно бы ударилось об каменный стол на котором стоит цветок я сидела рядом и я вижу как падает зеркало я начинаю тянуть вперед руки я себе аж травмировала шею вообще делала такое резкое движение и я успела поймать зеркало оно не разбилось но в тот момент когда я его подхватила руками оно подпрыгнуло немножко и ударило Мирону другой стороной по ногам слава Богу что у него не сломалась нога потому что вес этого зеркала очень большой то есть он более-менее нормально грубо говоря перенес у него там синяк распухшая немножко ножка но в принципе все окей мы его успокоили где-то он минут 20 плакал наверное но его достаточно легко успокаивать в общем вчера был очень жесткий день какой-то прям вообще как будто бы прям кто-то нас сглазил что ли не знаю хотя я не верю в сглазы но в общем когда-то столько одновременно происходит плохих вещей кажется что что-то точно не то ну в общем ладно забудем про это сегодня новый день новые эмоции сегодня нет потому что вчера целый день был дождь похолодало но при этом классное солнце вообще и я еду на тренировку я решила что я буду заниматься пилатесом два-три раза в неделю и я буду стараться заниматься пилатесом на машинах это стоит очень дорого в америке приватный класс стоит от 80 до 120 долларов за один урок естественно одного урока тебе ну это вообще никак я буду стараться брать групповые занятия и может быть возможно где-то там там раз в месяц брать одиночное занятие или семи-прайват то есть когда два человека могут заниматься потому что я уже поговорила с моей подружкой Ражей и вроде бы тоже интересно так что друзья идем на спорт возвращаемся к красивой попке которая была у меня до беременности потому что мой муж жалуется что ее у меня нет еще я получила один комментарий с разговором о том что у меня плоская попа и я вообще слишком худая ну худая я натурально потому что я мне что хочу но повода я согласна так что пошли качать жопу я пришла в студию я не знаю кстати есть ли можно здесь записывать и у них есть такая акция сегодня ну не сегодня нет до начала декабря у них есть 50 абонементов если ты покупаешь сейчас в студию которая находится возле моего дома то они тебе дают на всю жизнь скидку 20% на все абонементы которые только есть потому что они открывают новый студию и они хотят посмотреть сколько людей туда запишется запишется ли туда 50 человек так что я думаю что я сегодня куплю этот абонемент посмотрите как это выглядит видите вот эти вот машины и на них ты прыгаешь то есть видите абсолютно разные equipment почти везде есть зеркала ну и конечно я я не думаю что у меня получится снимать но давайте начнем и киеве у тебя первая позиция это форекс и они вырваны это очень удобно это очень удобно и вырваны и вырваны и они это в основном это это вырваны в в в в в Добавляйте субтитры, если вам понравилось это видео. Добавляйте субтитры. Don't let that carriage move. Feel the back of the legs engage. And then inhale to lower the hips all the way down. Good. Keep that carriage into the stoppers. And exhale. Lift the hips up towards the ceiling. Step right over your shoulders. Bring the legs into tabletop position. Oh, did you want to drop? I gotcha. Alright. Bring the legs into tabletop position. You step over the hips. Shins are parallel. Feet are off of the foot bar. Feet lift off of the foot bar. Good. Good. Take an inhale here. And then exhale. Lower the arms all the way down to your hips. Good. Now inhale. You're going to resist and lift the arms for three, two, and one. Don't go past the shoulders. Good. Exhale. Lower the arms down. Keep the elbows straight. Inhale. Lift the arms to resist and lift for three, two, one. Good. Arms are down by your sides. Kiss your elbows in at your waist. Fly on the carriage. Then bend at the elbows. Hands come towards your shoulders and stretch. Bend at the elbows. And stretch a good kiss that elbow all the way down. Ну что, друзья, update. Зеркало мы прицепили вот здесь сбоку. Мы его прибили. Ну, как бы вообще устойчиво. То есть я вот тяну, оно не отцепляется. Вот видите, вот здесь видно, как... Сломала зеркало сбоку. Вот здесь я уже замазала. Вот здесь я уже замазала белым лаком. Вот здесь я замазала белым лаком. Вот здесь вот оно тоже треснуто. Я немножко, наверное, подзамажу, чтобы так было не сильно заметно. Вот видно, как пол полностью провалился. Я уже замазала. То есть здесь было белое. Я уже замазала специальным фломастером. Вот, посмотрите, наш цветок. У которого сломалась полностью ветка и полностью разбился горшок. Видите? То есть мне нужно будет это пересадить. Если вы спросите, почему я заклеиваю сверху скотчем, потому что кошка копает постоянно. Вот здесь вот видно, как испортилась мебель тоже. Потому что упало зеркало прямо сверху. И вот это, конечно, вот каменная штука. Она, я думаю, как раз таки нанесла самый большой урон. То есть мы зеркало перевернули. Апдейт по поводу сушки. Сегодня должен был быть по плану последний день. Но, как вы видите, вся эта аппаратура до сих пор стоит. В общем, это дихюмерифайер, который у нас был. И здесь сейчас поставили два мата, подсоединили. Туда идет поток горячего воздуха. То есть он как бы постоянно вдувает туда горячий воздух именно в пол. Потому что именно в этой эре осталась вода. И еще один апдейт. Я, значит, уже сегодня ходила на Пилатес. Я вам показывала раньше. Друзья, я просто в восторге. Я купила абонемент в зал, который откроется в декабре, недалеко от моего дома. Буду вот туда ходить в декабре. Потому что если ты сегодня покупаешь, они давали тебе скидку 20%. И я решила воспользоваться этим моментом. Потому что я думаю, что я 100% буду ходить. Я, конечно, была в полном восторге. И, друзья, теперь я буду профессионально заниматься Пилатесом. Ну как профессионально. Я буду учиться. И мне вообще настолько это интересно. Я, конечно, не буду ничего загадывать. Но думаю, что, наверное, это будет теперь мой самый любимый вид спорта. Такие пирожки с капустой. А Мирончик рисует со своим папочкой. Я думала, вы рисуете. Рисую. Чтобы весь чертик нарисовали. Зачем вы чертик нарисовали? А у Мирончика, как обычно, реакция на камеру. И я даже не знаю, что делать. Ну и все. Аааа. На послова данность. Уеаа. Субтитры сделал DimaTorzok